Итак, ребята, всем привет! Михаил, канал Video Game Edition и игра Mafia 3. В этой небольшой и коротенькой серии мы займемся выполнением второстепенных заданий пушки 45-го калибра, которые у нас открылись за Кассандру после того, как мы отдали ей район. Ну, собственно, поедем туда, посмотрим, что нам расскажет. Капец, этот район все еще усыпан вот этими схемами, которые я никак, конечно же, пособирать не могу. Так, Кассандр-то на втором этаже, да? Ну, конечно. Давай вон, везде есть всякая пенни. Что не любовь? Круто. Пчелки жужжат, птички свистят, мистер Клей, и говорят они мне, что эти ублюдки-ежане прячутся на задах изручных складов и там пытаются толкать свои пушки. Говорят, им не нужны, возможно, это как-то связано с их участием в союзе южан. Захвати склад, и мы нанесем им удар в самое больное место. Приятно получить кусок города, мне кажется, это начало чего-то нового для таких, как мы. Начинается новая жизнь. У меня были большие планы на Даунтаун. У тебя, видимо, были другие планы. Ты слышал про суд? Ко мне на днях приходила мать Трея Маккона. Нет, для матери ничего страшнее, чем провожать ребенка последний путь. Когда будет новая партия оружия? Сам себя Эммануэль хвалить не станет, но всем на Гоити... Ну, короче, на Гоити не было лучшего жреца. Нельзя ни на минуту забывать про Сава Маккона, пока он жив, у нас мира не будет. Ирландцы знают, каково это, когда тебя смешивают с грязью за то, что неотделимы от тебя. Хотя Берг больше пьяницы, чем католик. Я с самого детства знал, что вся моя жизнь будет отдана на то, чтобы помогать людям. Мама думала, я стану учительницей. Хочешь верь, хочешь нет. Все, узнали у нее вообще все, что можно и нельзя. Пошел, что-то снес по пути. Так, вы нам, собственно, здание-то не хотите подчеркнуть, куда ехать. Так, однозначно у нас открылось два задания про пушки 45-го. калибра, потому что, когда мы ВИТО отдали район НАСА, можно было выполнить два задания. А где моя тачка, черт вас? Ебив жопу, а? Вот она. Специально там ебался, парковался, она в итоге тут оказалась. Кесарь ехать. Ну ладно, это, с одной стороны, не три тысяча, я не помню, куда мы уже столько ехали, но совсем недавно мы, по-моему, столько ездили. У меня тут столько маркеров всяких. Повыполнять бы долин, конечно. Там даже какие-то бандосы, вон там, мы проезжали как красные точки на карте. Ну, я реально думаю, что серия у нас, видимо, со всеми переездами и на все про все не более 20 минут займет. Ну, может, я, конечно, какой-нибудь ерундой позанимаюсь, какие-то сборы деталей, костяну ее до 30 минут. Посмотрим. Потому что, если однозначно начинать выполнять задание по устранению нового лейтенанта, это, считайте, каждый вид бизнеса по часу. Ну, ладно, минимум 40 минут, максимум час. Потом устранение там самого лейтенанта, это еще минут 30-40. Короче, как-то долго. То есть, если я их там буду делать, то отдельными сериями. Сюда я их пихать не хочу, потому что с всеми этими переездами, считайте, получится. Там вообще будь здоров. То есть, там в серию можно либо опять по-тупому делить на части, там, ну, что-то поет. Да, это что за ерунда нахуй сейчас было? Еще и жизни потерял. Да, то есть, либо там по-тупому серию на части делить не хочу. А на части я делить не люблю. Так. Здесь прослушку можно поставить, поэтому мы это и сделаем. Даже не поцарапал. Ну, ладно, окей. Вон, коммутатор, коммутатор, блядь. Вон, коммутатор, коммутатор, блядь. Палк. Я поставлю газ на поверхность и оставлю этого штука. Так, товарищ сверху нас не спалит. Ну, он вообще куда-то съебался. Так. Винтовочка тут лежит. Тут двое, там двое. Ну-ка, у меня есть эти дурацкие куклы? Нет, нет, к сожалению. Чёрт, блин. Чё он там? Никуда не пошёл. Огонь. Вот этих вот товарищей надо вот очень ювелирно порешать. Так, эти ничего не услышали. Блин, второго очень плохо видно. Чёрт, как я не попал-то? О, сейчас понятно. Ну, сейчас непонятно. Всё, огонь. 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 Спасибо Drive. Б boost. Б buen кутиц. Гладко поедем мой город. deu-принято. Придеть через тот мост, через который мы до этого очень бодрые игры наделись. Так, радио нахер. Вообще, самое, как по мне, образцово-показательное радио в играх это было в GTA 3 и GTA 4. То есть оно было как бы, ну блин, не знаю, что ли, какое-то прям душевное такое, прям какое-то очень в душу западающее. Я вот бывало даже, даже вот сегодня, например, вот я к чему разговор начал, что я сегодня переслушивал флешбек FM, блин, как там, из 3 GTA, короче, переслушивал радиостанции флешбек FM, блин, и забыл какие еще, короче, там что-то около 3 или 4 радиостанций послушал. Ну, они, понятное дело, там все тематические, там на одной чисто рэп играет, на другом реги играли, на одном опера играла, на одном чисто какой-то драм такой прям лютейший вообще прям, ну, как-то так. То есть вот, и в Vice City вот я еще помню тоже там, если я не ошибаюсь, был флешбек FM. Вот, флешбек FM самый лучший, на нем, как бы, вот, мне теки всегда больше всего нравились. Ну, мы уже приехали. Все, Кассандра, обмазывайся пушкой. Он может не благодарить. All right, let's do it. Я сейчас еще одно здание у него выполню. Кассандра, я иду. На улицах серьезные дела творятся, и все благодарны вот этим пушкам. И все благодаря вот этим пушкам. Угу. Погнали. Один из самых крупных покупателей уезжа, наша родная полиция. У них в участке стоит тяжелый полицейский крузовик, наверху, нагруженный армейским оружием. Оружием из этих стволов, ублюдки собираются полить по нам, почему бы тебе не вмешаться и не сделать очевидный шаг? Нихуя ты охуела копом, чтобы я ссувался? Ну, ладно. Пиздец, конечно. Когда-нибудь наступит день, когда люди будут хотеть жить в Беркли Миллс, когда местным воздухом можно будет мешать. И пока что у нас есть место, куда свалить. Куда свалить мусор? Ага, понятно. Говорят, Генри, это старое дело, которое жила дальше по улице, сбежала в Сенсу, надеюсь, он ее не обидит. Что у нас насчет оружия? На меня находили слухи про Джо, приятеля Вита. Вот что будет... Вот что ждет того, кто сойдется близко со Скалетой, с Вита Скалета. Я все свечи делаю вручную, ты знал? Это ведь непросто. Быстрых успехов не жди, но если постараешься, Эммануэль оттает к тебе, прояви терпение. Да мы уже выполнили в него все задания, че ты. Час скорее мы покончим с Марканом, тем быстрее Черный в Нью-Бордо станет лучше жить. Понятно. Ну да, Джо в сделку не входил. Уже даже мемчики на эту тему появляются в интернете, там типа... Что-то давайте-давайте, типа скажем Вита. Что скажем Вита? Типа Джо в сделку не входил, и там все Вита слезами заливается. Что-то такое, короче. Так, задача. Угнать пиццельский фурган, ебануться. Куда ты едешь, уебок? Пошел нахуй. Блядь, перебирай ногами. Свали с дороги нахуй. Так, ну, так что, собственно, вот, говоря, точнее, заканчиваю мысль про радио, вот, лично по мне, оно вот прям самое задушевное из тех вот подобных игр именно в третьей и в Vice City. Вот в четвертой, в пятой уже вот, ну, что-то вот не то вот прям было. Ну, нахера я вас убил, правда, не знаю, но, видимо, так надо было. О, огонь. Ну, вот тут еще, на самом деле, вот, неплохая подборка треков, но все эти треки я, предположим, уже в свое время заслушал прям до дыр. На момент выхода Battlefield в Вьетнам, потом в Bad Company, когда DLC со Вьетнамом было, я тоже там их по второму кругу прогнал. То есть, вот, как-то вот немножко вот к ним у меня так подостыло. А вот, недавно освеженное радио от Flashback FM вообще, ну, разошло. Отлично. Чуть-чуть подчистили райончик. Так. Так, просто, что, запись потянуть немножко. В первой мафии, вот, я помню, не было радио. Там, по-моему, молча ездили. Ну, по крайней мере, я вот что-то, вот, не припомню, чтобы там было радио. Там хороший саундтрек был, а вот, блин, с радио, с радио, я не помню. Вот, во второй мафии вроде бы уже было радио. Могу вспомнить, честно. Еще недавно тут тоже что-то перебирал отзывы по третьей мафии. Все жалуются на то, что небо картонное. Вот, даже можете сейчас обратить внимание, что вот оно вот как будто вот и шевелится, ни хрена. То есть оно вот как застыло вот одной картинкой, вот все, оно так и стоит. То есть, вот, я не знаю, вот я вообще даже сам как-то немножко обратил на это внимание. Ну, вот реально как картонка какой-то. Ну, что-то как, не знаю. Я, конечно, встречал и вот так припоминаю. Без конкретики, конечно, потому что уже не помню. Просто припоминаю, что были игры, где небо там было, ну, прям вообще, прям эпически красивое. Ну, даже вспомнить того же Ведьмака. Это, конечно, не самый такой актуальный пример в плане старой игры. Но сам факт, что она вышла, ну, пару лет назад, если я не ошибаюсь, и небо там просто потрясающее. Не говоря в целом о графене. Ну, даже взять, окей, тот же Skyrim. Не который там Grafone Edition сейчас выпускают. Вот. А который оригинальный, там, в принципе, небо тоже было неплохое. Так, ладно. Тем временем мы уже приехали к мусорам. Ну, конечно, мы припаркуем все культурно и правильно. О! Отлично. Оценка сдал. Все. Сразу предупреждаю, сегодня особый случай. В следующий раз эти пушки уже достанутся тебе так дешево. С кем ты вообще разговариваешь? Думаешь, думаешь, мы не знаем, какие никчемные вы засранные ублюдки? Слушай, нечего такие разговоры заводить. Хотите вести бизнес? Мы покупаем пушки у вас, а не у старика Маркана, только потому, что вы продаете их за копейки. И прежде чем наглить, то лучше подумай о том, что случилось с Ричи, как он привисел на том колесе обозрения. Сраные чайки выклевали ему глаза, бедный ублюдок, обосрался. У меня этот запах до сих пор в носу. Я просто хочу сказать, что мы не можем вечно оставаться в сложившейся ситуации. Сынок, вы будете стоять в том положении, в котором мы вас поставим. Ну, бывай. Твою мать. Че? New Bordeaux Police Department. Окей. Ну, погнали. Ну, так вон он там, урзовичок-то стоит. До него рукой подать. Так, ну вот сейчас вот этот вот товарищ. Хотя он меня, наверное, даже не видит. Черт. Черт. Ну ладно. Разрываемый скрылся, удача, блять, идиоты. Ну че, мне колесо прострелили на этом ебучем броневике? В натуре, ебать, блять. Блин, переднее или какое, я понять не могу. Мне два колеса умудрились, мать вашу, прострелить, ну вы пиздец в натуре, конечно. Вы мне все колеса прострелили, блять. Ну натуре. Так, ладно, мне надоело, да цирк. Блять, ну натуре, вот там, натуре, посиди его. Че-то я... Ой, че-то я. Че-то я. Уже покрышка слетит. Черт. Понятно, у меня потом их прочее кончились. Ну, что-то, конечно, как-то так себе, да, не удалось. Надо было их там всех предкончить, но хотя... Кипик поднялся. Ну, можно было попытаться как-то ювелирно там дофига. Так, ну, короче, однозначно эту тачку иду бросить на время. Просто скрыться там какими-то окольными путями. Уже настоящий полицейский! Ах, я поднял его, сэр! Вот так мы ее поставим. Пошли, давай! Вот он! Пошли! О, блядь, здрасте, нахуй! Я ваша тетя. Да, пошли вы нахуй! Вхуй там плавало, не поймаете вы меня. Чего ты? Конечно, самое эпичное, когда я просто забежал с грузовика, они меня уже из виду потеряли. Это вообще просто вот победа искусственного интеллекта. Не хочу я тратить очки и бабки на подкуп копов, поэтому... Погуляем пока немного. Честно, у них лодки есть. С одной стороны, вот, по логике, им бы неплохо бы забрать тот грузовичок, потому что, ну, раз я аж его спиздил, ну, надо его забрать. Что-то мне подсказывает, что им ни хера не хватит мозгов это сделать. Нет, ладно, серьезно, они это сделали, что ли? Пиздец, они реально это сделали, они вернули сраный грузовик назад. Ну, я ебу, конечно. Кто бы мог подумать, что они в натуре это сделают. Так, ладно, тогда придется действовать иначе. Так, 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 так. Ну, хорошо, сейчас подумаем, как сделать. Итак, мы снова на месте, тут даже у нас тачка припаркованная осталась. Только на этот раз все надо сделать по уму, похерительно по уму. Не затупить ни на каком говне. Здрасте, блядь, а ты что тут делаешь, сука? Да сюда, блядь. Я тебе пулю в бошку пущу. Блин, жалко топлонов нету, а. Блин, жалко топлонов нету, а, ну, они просто, я забыл, они же просто палят зачастую на меня только потому, что я черный. Да, 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 точно. Так, ну здесь не так много, поэтому можно попробовать. Так, сейчас мы спрячемся сюда. Эй, придурок, иди сюда. Ты, идиот, ухой. О, здесь можно прослушечку поставить, а давайте-ка мы это сделаем, это будет вообще супер полезно. Так, этот здесь прям за бордюрчиком упал, так хорошо его аж не видно. Так, этот идёт сюда, но надо будет... Так, он нас не видит, надеюсь, пробегаем супер быстро. Мне не слышат, идиот, блядь. Охуеть, надо. Да ладно, вот только из-за того, что я зашёл сюда. Ну, охерительно. Он меня просто увидел здесь. Так, надо его как-то убрать, чтобы он это не маячил тут. Блядство. Да, сголочки, а. Ну, неебически повезло, конечно, чё хорошее. Ну, я упал, у меня нет здоровья, за мной гуляются копы. Блин, ну это пиздец, конечно. Кассандра дала, блядь, задание. Шлюха. Ну, реально, походу, придётся трать очки. Ну, то есть, начинать погоню там. И использовать там, чтобы они от меня отстали. И то, я так понимаю, что это работает явно не по принципу, что... Они вот прям едут и развернулись такие, и перестали ехать. То есть, однозначно, там, хотя бы немного надо будет оторваться от них, что уже несколько сложнее, по факту. Здрасте, блядь. Я ваша тётя, нахуй. Ещё и не один сюда идёт, скотина. Наконец-то. О, смотрите-ка, там вообще никого нету. Надо бежать туда, быстро, 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 быстро. Ну, конечно, размечтался я, да, что в горку он будет забегать. Блядь, конечно, как-то он хуёво это делает. Блядь, два копа там идут. Успею, не успею. Должен успеть. Блин, она вообще стоит одна, надо будет. Просто брать и валить, брать и валить. Вообще никого. Это мой звёздный час вообще. Эхе-хе-хе. Эхе-хе, как я всех наебал. Как я всех вообще супер жестоко наебал. И на этот трамплин справа хуяк. О, блядь, ты... Ты лучше не рак это! Да ёбаный фугрот. Суспешный индивидуальный в воде. Офисеры investigают. Машли в задницу. Да блядство вообще сраное. Блин. Ну самое время, видимо. Так, бригада. Недоступно. Убрать синие зоны. Ну понятно, чё, блядь, в хуите. Патронов нет, чтобы от них отстреливаться. Я прям знал, что вот нужно это... Не ехать через копов, что ли? Не похоже, это всё говно объехать как-то. Ну капец, они начали по мне палить. Ну вот, всё, колеса пошли. Ну капец, кистос, конечно. Ещё одно колесо. Ещё одно, третье, походу. Так, вот здесь у меня реальный шанс ей спастись, конечно. Блин, самое главное, чтобы они вот как-то это... Сука, пошёл нахуй, пошёл нахуй. Здоровья просто нихуя нету. Так, всё, вот главное сейчас здесь отныкаться. Надеюсь, они грузовик это из коммуниздят. Отлично. Отлично. Так, всё, они меня потеряли, ладно. Чёртовы идиоты. Чёртовы, ты не здесь. Начинаем там. Нет, я здесь, давайте всё говорим. Один, сука, сюда поднимается, блядь. Надо быть на готове, если чё. Вон один. Блядь, снизу ещё есть. Но с одной стороны мы с него патронов поимеем. Вот каким хуем ты догадался, что нужно сюда идти? Иди сюда. И патронов с тебя, хочется сказать, не выпало. Вот ты, блядь, в натуре. Так, грузовичок-то всё ещё стоит. Вот только сейчас неплохо бы подождать, пока они тут все разойдутся по делам своим делюганским. Так, вот тут ещё один бродит, конечно же. Ну давайте, наваливайте быстрее. Все колёса дырявые. Просто, сука, все. Так, тихонечко садимся. Чёрт, нет, не садимся. Так, кто там палит ещё? Из тачки, что ли, палят? Да, один в тачке сидят, зараза. Блин, очень тяжело будет вырулить в таком случае отсюда. Раз эти не торопятся уезжать. Ну, блин, чё делать? Попробуем. Прям вот, чтобы они мою кабину не увидели. Эй, надо протиснуться. Вот прям других вариантов нету. Давай, 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 давай! Главное не застрять. Хочу, надо как-то вот выйти и не через туда. Так. Хе-хе-хе. Так, я почти выкрутился из этой отвратительной ситуации. Эх, прикольными путями, конечно. С будто колёсами. Блин, там коп идёт. Сука. Ещё один. Жопой к ним надо выезжать. О, это вообще просто охерительно. Ехать с спущенными колёсами. У меня, по-моему, три спущены, да. Хе-хе-хе. Только передняя, правая меня несёт к победе. А то, что вот до этого я на мусорской тачке рассекал, они вот как-то этому внимания не придавали. А вот как я сел в такую тачку, вот так сразу они такие, ммм, чё-то говно, чё-то чёрный, блядь, не на том ездит. Блин, она так горки тяжело берётся. С спущенными колёсами. Это, конечно, откуда и вообще. А можно подкачку колёс, что ли, как-нибудь сказать? Мне бы она ещё не помешала число. 1200 ещё ехать. Ебануться. Ух тых, ух тых. Надо ещё перед работой успеть в овервочек. Паркейку скатать. Может, сейчас я довезу этот кусок говна. Вот тут на чьей-то асфальте видно, что у меня колёса спущены. Прямо чётливо так видно. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Скоро уже, походу, слетит, слетит. Она начинает больше вот этих звуков издавать, этих самых вот бутыхания, что ли, я не знаю. Давай, слетай уже. Я на одном колесе доеду. С ума сойти. А как сирену включить? Ну да, будет она, конечно, капец. Блин, чувак, с дороги я не смогу остановиться. Фух. Так, пора на снижение идти. Так, 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 отлично. У меня всё получилось. Пиздец. Кассандра, ты мне должна просто все яйца вылизать, да блескаться в такую хуйню. У Вита не было такое сложное задание третье, а у тебя оно было такое сложное. Какого чёрта, блять, вообще? Добро пожаловать, брат. Люди снова чувствуют себя в безопасности в своих домах. Одно присутствие этих стволов изменило жизнь Холлоу. Ну, можешь не благодарить. Скалетта хорошо разбирается в бизнесе, но ему не достает убежденности, веры во что-то помимо себя. В каждой религии есть священники, которые злоупотребляют верой и извращают её себе во благо. То же самое и с Вуду. Эммануэль работает на лодочной станции, если он тебе нужен. Думаешь, Макана сам приползёт и попросит спустить ему пули в лоб? Прикончи, ублюдка. Всё, отлично. Так, давайте проверим, чтобы наверняка, что у нас висека никакого нету. Да, отдать район Кассандре, в общем, понятно. Ну, в общем, понятно. Ладно, на этом мы тогда закончим. В следующей серии мы начнём выполнять захваты бизнеса у лейтенанта. Блин, как его, я уже не помню. Ну, короче, вот кто-то, кто вот здесь вот. Забыл я, как его зовут. Вот. Там что-то нефть, кровь, что-то вот такое. Ну-ка. Кровь и бензин, да. Вот, будем это всё дело выполнять. А на этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всем удачи и говорю пока.